Привет! Этот видеоролик о том, на что можно потратить очки, заработанные за прохождение или открытие достижений в Resident Evil 3. После первого прохождения на уровне сложности стандарт, открылся магазин, в котором можно было потратить заработанные очки. А очки можно было заработать, открывая достижения. Открыв то или иное достижение, можно было потратить заработанные очки в магазине. И это можно было сделать, просто сохранив игру, выйти в меню магазина, купить все, что нужно было. И обратно загрузив игровой процесс, можно было обнаружить свои покупки в сундуке. Очень рекомендую к покупке энергетическое оружие Raiden. Благодаря этому оружию вы справитесь почти со всеми врагами в этой игре. Единственное, что у меня не получилось справиться со второй формой Старса. Это где он превращается в собаку, бегает по кругу, как на площади вокруг памятника, так же в бассейне для уничтожения биологических отходов. Для всех остальных противников Raiden незаменимое оружие. Также мне не понравилось против пауков с ним. С пауками я справлялся огнестрельным оружием. А так это просто офигенская штука, которая херачит всех подряд. Единственное, что нужно метиться точно. Старсу в грудь, вот его механическое сердце. Остальным всем в голову. Обычные зомби, зомби, у которых на голове сидит какая-то штука. Потом лягушки и лизуны, а также голые, которые будут дальше. На высоких уровнях сложности они раньше появляются. Метишься в голову и с одного выстрела он готов. Ни одно огнестрельное оружие так не может. Но единственное, что я еще не заработал на ракетницу, но я не уверен, что она теперь мне нужна, когда есть Raiden. Такой небольшой минус для этого оружия. Очень долгая перезарядка, но в целом то, что у него такая мощность, это ему упрощается. Но все остальное, что есть в магазине, вы покупаете на свое усмотрение. Конечно, для получения достижений на скорость прохождения игры не обойтись без отмычки и болтореза. Также, наверное, очень пригодятся напитренные сумки для прохождения старса на уровне кошмар, ну, на последнем боссе. Я купил этот блокнотик с записями для того, чтобы получались более хорошо увороты. Ну, остальные, как вот хот-доггер, по-моему, там этот ножик, он так, для понта, ну, или пистолетик, который... Он без бесконечных патронов. Также сам автомат мне не очень нравится, но я ее покупал, пробовал, когда боролся со старсом на кошмаре. Ну, а так, райден, самая незаменимая покупка. Еще раз хочу повториться, что оружие энергетическое райден справляется с обычными зомби, зомби у которых на голове какая-то штука. Единственное, что нужно стрелять либо сбоку, либо, когда щупальцами, вернее, этими пальцами своими он не закрывает переднюю часть. Потом голые. Ну, это такие зомби, которые похожи вот на этого дракончика, только в форме человека. Они очень, типа, крепкие. Три выстрела с дробовика в голову, чтобы он умер. Потом вот эти вот канализационные дракончики с одного выстрела в пасть марайденова уничтожает. Лизуны. Это с мозгами наружу такие. Которые бегают по стенам с длинным языком. Жабы, которые будут в больнице. Ну, и, естественно, сам Старс. Вот это его первая форма. Просто его не чует. Стреляешь в грудь, в это сердечко, которое у него там механическое. Ну, дохнет очень быстро. Ну, вернее, останавливается. Единственное, что я не смог справиться со второй формой Немезиса. Ну, это может быть я такой косой. Вы можете пробовать. А так, даже последний Немезис по его пузырькам спокойно попадает в лопат. Единственное, что мне очень нравится. У него там долгая перезарядка. И немножко тяжелее, чем с огнестрельным оружием. Хотя вот автомат мне не понравился на последнем Немезисе. Ну, на этом у меня все. Больше мне добавить нечего. Райден отличный пистолет. Поэтому очень рекомендую его к покупке. В общем, тратите свои деньги с умом. Наслаждайтесь игрой. Приятного просмотра. А дальше будут кадры, как Райден справляется с остальными участниками этой игры. И да, если вам было полезно это видео, поддержите меня лайком и своей подпиской. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...